Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил молебен перед иконой Спаса Нюркотворного. Образ, предназначенный для главного храма Министерства обороны Российской Федерации, накануне доставили на Южный Урал. Помолиться перед святыней приехали курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии, военнослужащие местной авиабазы, офицеры Росгвардии и прихожане. Образ был создан на личные средства президента России Путина. Лик Спасителя окружают образы Божьей Матери и святых, а рельеф и киота изображают знаковые события отечественной истории. Икону сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и праведного адмирала Ушакова. Наши предки этот образ изображали на своих военных стягах. И с этими стягами, а также с хоругвами, с изображением нерукотворенного образа Господня, ходили в поход. Тем самым они исповедовали свою веру, свидетельствовали о своем православии. Наши современные военнослужащие также будут молиться перед этой иконой, как делали наши предки. Я верю, Бог нас слышит и Бог нам поможет защищать границы нашей Родины. Бог поможет нашей армии быть боеспособной. Освящение иконы совершил патриарх московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля 2019 года. После этого святыня начала свой путь по стране. Повсюду ее встречают многочисленные военнослужащие и православные верующие. В Челябинск образ доставили из Астрахани. Мы как военнослужащие, как сотрудники Росгвардии, прежде всего испытываем благодарность в первую очередь нашему Верховному Главнокомандующему за то, что он подарил такую замечательную икону для храма Министерства обороны. Для всех военнослужащих это очень большой знак и символ того, чтобы служить нашей Родине, вера в Отечество. Та святость, которая приходит в душу, это, наверное, самое главное, что ты испытываешь во время того, когда прикладываешься к коне Христа Спасителя. До 18 августа Спасни рукотворный будет находиться в Свято-Семеновском соборе Челябинска. Храм открыт с 8 до 19.00. 18 августа во второй половине дня икону перевезут в храм Преображения Господня города Чебаркуля. Местные прихожане и военнослужащие будут молиться перед ней четыре дня. 22 августа икону Спасителя отправят в Екатеринбург. Планируется, что в течение года по воздуху, по воде и по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров, посетит 120 городов и 150 храмов. А завершит она свой путь 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в Москве, в парке «Патриот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова